Теме укрепления иммунитета сейчас отдельное внимание. Приверженцы здорового образа жизни сегодня все чаще тренируются онлайн. Удаленная система занятий хоть и кажется чем-то непривычным, но с каждым днем сторонников становится все больше. Александр Смирнов продолжит. Принцип сиди дома работает не для всех. Особенно это касается тех, кто привык заниматься собственным здоровьем. Даже сейчас в сложной ситуации они находят возможности, чтобы посвятить себя спорту. Таиландский бокс, особенно популярный в Беларуси, тоже переживает не лучшие времена. Желающих заниматься с каждым днем по понятным причинам все меньше. Все-таки контактный вид спорта и риск подцепить какое-нибудь респираторное заболевание достаточно высокий. Но есть и такие, кто сейчас оказался в безвыходном положении. Профессионалам каждый день простое может тяжело аукнуться в будущем. Надеюсь, повезет, побыстрее начнутся соревнования, чтобы побыстрее набирать обороты. То есть, если я не буду тренироваться, то я потеряю форму. И тогда у меня будет сложнее ее набирать. Тем не менее, есть и энтузиасты, готовые топить за здоровый образ жизни даже сейчас. И они имеют свою логику. При должном подходе к дезинфекции, мерам безопасности в зале и личной гигиене занятия спортом приносят только пользу. Спорт полезная вещь для улучшения иммунитета, укрепления. И, конечно же, бросает спорт. Тем более, тем людям, которые привыкли, вообще противопоказано. Большинство людей предпочитают выездным мероприятиям домашнюю обстановку. И здесь на помощь приходят современные технологии. К примеру, занятия спортом онлайн. На данный момент это самая актуальная форма тренировок, потому что, учитывая последние события, я не хотелось бы ходить в клубы, где много людей. Поэтому я предпочитаю остаться дома, но спорт бросать не хочу. Локти здесь, наша стойка. Подняли колено, подняли колено и амортизируем. Раз, два. Как показал передовой опыт столичного клуба «Чинук», по удаленке можно практиковать даже занятия кикбоксингом. Видеокамеры передают сигнал по интернету, а пользователи подключаются к определенному аккаунту. Тренеру лишь остается давать задания, а спортсменам не терять темп. Мы немножко разряжаем ситуацию, атмосферу в залах. Мы утренние занятия проводим, чтобы было поменьше людей. Тренировочные процессы в последнее время мы стараемся делать, изменяем их, чтобы было меньше контактов все-таки между людьми. Больше работы на снарядах, больше работы у зеркала, какие-то задания тренажерные и так далее. Мы перестраиваем тренировочный процесс, чтобы люди не боялись. Инициативу занятий в формате онлайн, говорят, в клубе в большей степени поддержали за рубежом. На связи Москва. Даже таким известным людям, как телемагнат Вячеслав Камнев, нельзя быть исключением из правил в условиях самоизоляции. Правда, долго такой режим выдержать сложно. Вот и приходится тренироваться дома. Онлайн-тренировки, во-первых, совершенно не новость. Это проверенная временем уже данность, я бы сказал. И сейчас просто надо более активно внедрять это. На самом деле, многие сейчас сферы жизни, то, что еще вчера было известно, но немногие использовали, сейчас просто будет больше использоваться. Мы на остатке с мест. А это уже Испания, курортный город Торре-Вьеха. Здесь ситуация еще сложнее. Вся страна на карантине. Выход на улицу запрещен. Штрафы начинаются от 700 евро. Законопослушные испанцы соблюдают все правила. Поэтому система общения онлайн значительно облегчает дефицит привычного уклада жизни. Но все испанцы, они добра, в смысле, выполняют карантинные нужды. Не выходят на улицу. Поддерживаем спортивную форму. Тренируемся каждый тормоз, где может. Испанцы тоже выкручиваются, кто в своем дворе, кто у себя в гараже. Но тренируемся за здоровый образ жизни. Бизнесу приходится подстраиваться под непростую ситуацию. Аренда залов должна выплачиваться, как и налоги. Поэтому гибкость в данном случае сродни умению вести себя на ринге. Движение – это жизнь, говорят любители бойцовских видов спорта. А в бою побеждает тот, у кого сильнее дух. Александр Смирнов, Анатолий Долотовский и Александр Шестакович. Агентство Теленовостей.